Вы не сможете победить Россию, а президент Путин не уступает Александру Первому. Сербы, когда увидели то, что произошло с Бучей, почувствовали скептичность. Сербы не предают Россию. У нас, у славян, есть какая-то внутренняя ошибка. Друзья, всем привет. И тут вышло интересное интервью вице-премьера сербского Булина. Не путать с Бучей, чем это их президент. Но Вулин просто такое нагородил, такую чушь. И кому? Соловьиному помету распинался он про то, что и Буча фейк, и внутреннюю генетическую ошибку. Но это правда, она у него явно присутствует, как и у Соловьиного помета. Сейчас я вам расскажу вам подробно. Не забудьте подписаться на канал, жмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте, что я сейчас вам расскажу и покажу. Итак, сербский вице-премьер Вулин дал интервью Соловьиному помету. Наговорил он там, ну не то что стрекороба, я даже не знаю, как это назвать. Просто их жесть какая-то. Ну, начал с того, что никогда они не ведут санкции, потому что они сербы, а сербы любят русских. В общем, любовь до гроба, послушайте. Мы не признаем Косово и не введем санкции против Российской Федерации. Президент Вучич мог сделать это два года назад и был бы героем. В Евросоюзе его бы превозносили. Они бы говорили о нем, как о демократе, как о величайшем европейце, как о следующем еврокомиссаре. Но он прежде всего серб. Сербы не предают Россию. Сербы не против русских. И никогда не были. Не будет и он. И мы никогда не будем против русских. Потом рассказал, что их преследуют за слово «мир». Его, Орбана, Вучича, Фитца, за слово «мир» их преследуют. Вот. Поэтому страдают они, бедные. Послушайте. Вы упомянули премьера Орбана. Он просто думает своей головой. Он хочет мира. А мир – это самое опасное слово в Европе. Если вместо того, чтобы говорить, что вы желаете поражения России, вы говорите, что вы за мир, на вас все сразу обрушатся. Тогда они захотят уничтожить вас. Я, как и президент Орбан, как и господин Фитца, как и президент Вучич, мы за мир. Мы хотим мира. Но с побежденной Россией мира быть не может. Вы не сможете победить Россию. Перестаньте пытаться это сделать. Никому это не удалось. Вам тоже не удастся. Вы действительно думаете, что сегодняшние лидеры Запада мощнее Наполеона? Нет, не мощнее. А президент Путин не уступает Александру Первому. Не уступает. Так что не пытайтесь. Ну, в общем, я думаю, да. Почувствовали, как он налил Путину Путин. Уже какой он великий Путин. Ничуть не менее великий, чем Александр Первый. Вообще-то, в сравнении с какими-то императорами. Боже, все. Оправдал Уллин свою пайку полностью. И Наполеон не победил. И такой салагинный помет. Ну, да, ну что, и этот не победит. Непобедимые. Непобедимые. Непобедимый долбодятел Эд Буллин. Ну, идемте дальше. Дальше пошла вообще дичь. Дичь. Друзья, оказывается, резня в буче. Это фейк. Да. Это говорит вице-премьер страны, которая вроде как претендует на вступление в Евросоюз. Но претендует ли мы об этом еще отдельно скажем. Это фейк, друзья. Ну, чтобы вы знали. И сравнивает он, значит, сербы сразу, мол, почувствовали. Потому что и серба в таком обвиняют. Но все это фейки, послушайте. Именно поэтому нужно доказать, что народы, которые сопротивлялись, всегда были злыми и всегда были плохими. И поэтому русским нужно придумать какую-то бучу, как сербам придумали рачаг. Нам тоже не хотели показывать, кто эти люди. Нам тоже не хотели рассказывать, как получилось, что у них раны под нетронутой гражданской одеждой. Почему они появились там, где появились? Почему, в конце концов, после всех этих лет, Гаагский трибунал, о котором я не могу сказать ничего хорошего, отказался от пункта рачаг в обвинении против президента Милошевича. Потому что это не получалось скрывать. Такую ложь невозможно скрывать. Поэтому мы, сербы, когда увидели то, что произошло с бучей, почувствовали скептичность. Я не знаю, как можно такую дичь нести. Вулин, ну, непонятно, что твоей ноги уже не будет в Украине. Но если ты такой умный, то приехал бы посмотреть в бучу-то и посмотрел бы сам, что ты рассказываешь. Ну, в общем, комментарии, знаете, что называется, излишни. Но зато закончил феерично и я бы даже сказал самокритично. Потому что говорит, мол, у нас, у русских и у сербов, есть какая-то внутренняя генетическая ошибка. Заметьте, не я это сказал, это сказал Вулин про себя и про русских, которых до этого, значит, так восхвалял. В чем генетическая ошибка? То есть, что есть отдельные русские, которые желают зла России. В общем, ну и есть, мол, такие отдельные сербы, которые называют его фашистом. Но то, что он фашист, сомнений нет. В общем, то, что среди сербов есть отдельные умные люди, как он о них говорит, это какая-то внутренняя генетическая ошибка. Послушайте. У нас, у славян, есть какая-то внутренняя ошибка. Как вы мне объясните, что есть так много русских, которые активно поддерживают любое зло, которое может случиться с Россией? Как объяснить, что существует значительное число сербов, которые так поступают? Это какая-то генетическая ошибка. Не знаю, как объяснить, действительно не знаю. Я не замечал, чтобы были немцы, которые ненавидят Германию. Но я знаю, что есть русские, которые ненавидят Россию. Я знаю, что есть россияне, которые активно воюют против собственного государства на фронте, не говоря уже о Второй мировой войне, когда у вас была целая армия дезертиров и предателей, сражавшихся против советской России. Это невозможно объяснить. Как невозможно объяснить, что есть сербы, которые, глядя на наш разговор, будут называть меня фашистом, а вас пропагандистом? Хотя мы просто стараемся сделать что-то хорошее для наших стран. Этот автошовинизм трудно понять. И, к сожалению, он существует и у нас, и у русских, и у сербов. Есть поговорка, что когда серб хочет стать демократом, он переходит на сторону противника. Это справедливо и для русских. Это трудно. Действительно трудно понять, и это необъяснимо. Ну, генетическая ошибка явно присутствует и у Вулина. Очень смешно было, как это все слушал Соловьиный помет. Сам еврей, который поддерживает Хамас и Хезбалу. То, конечно, генетическая ошибка явно присутствует. У этих двоих тут сомнений, друзья, нет. Ну, вот такое вот интервью, но оно, мне кажется, очень показательное. Говорит о том, что Сербия, ну, конечно, сам Вучич не поехал на этот Брикс, куда вроде как Сербия хочет вступить. И, в общем, может вступить туда, вместо ЕС, если вдруг условием вступления в ЕС будет признание независимости Косово. Но это Увулина отправил. И, заметьте, его после вот этой дичи, которую он наговорил, увольнять явно его не собирается. Друзья, ну, в общем, вот такая история. Это всем тем, кто рассказывает там что-то про Сербию. Пока их такое, говорит вице-премьер, чего до сих пор Украина не признала независимость Косово, что я уже предлагал многократно. Честно говоря, абсолютно непонятно. Пишите, что вы обо всем этом думаете. Держим строй.